коллеги добрый день уже рада приветствовать вас здесь я немного продолжу подхвечу из дочетную палочку от филферда дмитрия юрьевича и немного просто хотела проанализировать или посмотреть так может быть может быть с вами вслух порассуждать что вообще какие изменения произошли вообще войти обучение и взгляд так скажем со стороны провайдера нас много работаем корпоративными клиентами компаниями в принципе у нас есть чем поделиться безусловно продолжая тему цифровизации двадцатый год он дал еще больший импульс для диджитал трансформации и мы можем видеть как современные айти компании на рынке эти обучения продолжает расти интерес также к аналитикам больших данных данных искусственному интеллекту облачным решением безусловно кибербезопасности и сейчас компании заказчики больше расходов свои расходы направляют на все-таки новые технологии вот этот переход цифровизации он ускорился и безусловно это стало еще более очевидным в связи с коронавирусным кризисом и временным переходом многих видов человеческой деятельности в удаленный режим поддерживаемый информационными и техническими системами компании были вынуждены в двадцатом году перейти на онлайн обучение как в принципе мы знаем что в сфере айти дистанционные форматы в принципе стали реальностью еще задолго до пандемии но при этом мы отмечали что онлайн школы не могут полноценно заменить очное обучение конечно же дистанционные курсы в сфере айти особенно это касается хард до скиллс то есть курсы для допустим системных администраторов инженеров разработчиков так не стали основным форматом обучения во многом это конечно связано в россии с низким качеством вот этих дистанционных и онлайн курсов на рынке онлайн школ это связано и с методологией и обмен опытом вот о котором говорил дмитрий юрьевич когда собираются большие группы участников есть возможность не только получать ценные полезные знания от преподавателя но и общаться с на равным с коллегами делиться опытом получать обратную связь получать оценку полученных знаний получать должным на должном уровне практику и безусловно в онлайн режиме не так легко удерживать концентрацию внимания обучение это требует больших усилий а при этом наш центр мы смогли быстро перестроиться и помочь компаниям не останавливать свое обучение и мы сделали очное обучение возможным безусловно в рамках ограничений мы отработали формат рассадку безопасность посещения наших классов очное обучение в двадцатом году и начале двадцать первого года года стал как бизнес-класс самолет условно да с другой стороны безусловно мы развиваем и работаем над качеством онлайн обучения которое в принципе мы уже очень много-много лет проводим подробнее уже ранее говорил дмитрий вирус на слайде разных форматах занятий и наши слушатели они учатся у профессионалов и экспертов своей области от которых получают полноценную обратную связь на занятиях много внимания уделяется практике и взаимодействию группы сами занятия мы проводим на проверенных уже платформах Microsoft Teams и GoToMeeting так мы для своих постоянных клиентов таких как финансовая корпорация открытия Siemens, Raiffeisenbank, Kiwi мы сделали возможным успешное сочетание и онлайн и офлайн также хочется отметить компании которые помнят о мотивации и предоставлении возможностей для обучения это очень важно так как дистанционное повышение квалификации оно также невозможно и вот так же невозможно совместить с работой как улочная поэтому для эффективного обучения конечно необходимо выделять время и создавать условия для сотрудников Кроме того сотрудники должны четко понимать зачем им это нужно о чем Дмитрий Юрьевич тоже говорил например для упрощения текущих задач или для грядущего повышения например иначе вовлеченность будет на уровне массовых открытых онлайн пульсов что важно также еще хотела сказать и обсудить может быть с вами может быть вы захотите поспорить какие вообще тенденции в эти обучения сейчас наблюдаются такой анализ делан на основе запросов наших клиентов постоянных что они спрашивают чему учатся первое все чаще и чаще все чаще и чаще мы стали получать запросы на кастомизированное обучение именно на задачах компании практика ориентированность и эти обучения на своих кейсах это может быть не новый тренд однако вот он получил свое активное развитие сейчас так как компаниям необходимо решение конкретных бизнес задач а времени на то чтобы специалисты сами искали тираж эти решения после обучения просто нет и безусловно самый мощный инструмент это обучение команд то есть закрытых может быть спец групп где собирается группа не заразрозненных может быть сотрудников а из работающих вплотную друг к другом в одном подразделении людей и в этом случае мы даже делаем вот этот образователь микс когда технические навыки сочетаются soft skills выполнение заданий осуществляется на кейсах компании при таком командном обучении преподаватель может не только оценить знания и навыки каждого участника но и был опыт мы давали рекомендации работодателю допустим какую роль стоит назначить да каждому участнику и как выстроить работу в команде чтобы максимально эффективно проявить ценные качества каждого специалиста еще одна тенденция это подготовка компаниями а те специалистов под ключ здесь я просто хочу сказать про наши дипломные программы которые у нас есть программы про переподготовки они получают сейчас все большее развитие все большее развитие на обучение новичков именно на этапе подбора и адаптации потому что бизнесу выгодно чтобы к задачам приступали уже уже подготовленные на кейсах компании и лояльный петчарт бренду специалисты и по нашему уже опыту мы знаем что такой формат такой вариант обходится намного дешевле чем самостоятельное привлечение обучения стажеров и уже компания на выходе получает самых успешных участников с необходимыми компетенциями и высокими характеристиками от преподавателя также очень интересная тенденция это системный подход цифровых подход цифровых компетенций возрос спрос на владение цифровых цифровыми навыками безусловно мы можем сказать что цифровизация имеет достаточно широкий смысл не только машинное обучение до искусственный интеллект который мы тоже много говорили сегодня но и решение задач с использованием компьютерной техники перевод сервисов из бумаги в облако работа в информационных системах кроме того пандемия привела и к сокращению рабочих мест безусловно те же кто остался и вынуждены совмещать должности и работать быстрее вынуждены которые остались они должны сейчас совмещать несколько до должностей и работать быстрее эффективнее в контексте вот этого быстрого устаревания знаний и бурного развития технологий цифровые навыки стали необходимым условиям выживания сотрудников компании и мы делка тоже говорил дмитрий юрьевич говорил я так же продолжу что необходимо учиться учиться и еще раз продолжаться учиться контролировать этот уровень цифровых навыков персонала внедрять компаниях модель цифровых компетенций проводить вот это опережающее обучение для успешного внедрения нового программного обеспечения или внутренних информационных систем в 2020 год дал импульс еще раз для развития использования облачных технологий и компания майкрософт доверила центр учебного специалиста который является также членом ассоциации LPA обучение по Microsoft Azure в России кратко что дам уже в этом году 30 лет как обучаем людей мы гордимся что мы ведем обучение по уникальной бауминской методике где закрепляем изученный материал на практике мы являемся образовательным партнером Microsoft уровня gold и помимо этого все обучение которое у нас проходят слушатели они могут сдавать сертификационные экзамены по облачным технологиям Microsoft в нашем центре тестирования а также с 2000 хочу чуть чуть поподробнее может рассказать поделиться еще опытом с 2020 года был запущен уникальный масштабный проект Enterprise Skills Initiative этот проект реализуется совместно с компанией Microsoft и LPA где мы обучаем облачным технологиям Microsoft в специалисте есть курс Microsoft Azure подходящий как для знакомства с платформой АЗ 900 вот о чем говорил Дмитрий Юрьевич так и для решения бизнес задач по внедрению отдельных служб или развертывания инфраструктуры по данным на текущий момент только наш центр обучил уже с мая 2020 года более 150 сотрудников крупных компаний все члены LPA обучили более 400 компаний по всему миру и уже 15 плюс тысяч 15 тысяч плюс IT специалистов и разработчиков они прошли обучение под руководством опытных экспертов инструкторов используя различные форматы обучения на 30 уникальных языках и хочется немножко может быть заглянуть в будущее хоть и Вилкред говорил что мы не знаем что что у нас ждет но попробуем пофантазировать и при общении даже с нашими клиентами что мы ждем от текущего года в целом конечно глобальных перемен не ожидается обозначены тенденции которые говорила выше они будут оставаться актуальны и безусловно по нашим ожиданиям около 50 заказчиков вернуться к точному обучению остальные останутся в онлайне так как этот формат в принципе у нас показал себя более удобным дешевым и доступным потому что клиенты уже могут людей учить людей из разных регионов подключают современную группу особенно если вернемся говорить про гастомизированные специализированные программы их теперь не нужно всех командировать в москву появилась уникальная возможность обучить лист персонал формат онлайн что же касается направления обучения то безусловно это опять дальнейшее развитие big data искусственный интеллект интернет вещей devops конечно программирование облачной технологии и безусловно продолжить расти интерес к цифровым навыкам среди специалистов самых разных профессий из-за вот этого постепенного сдвига к профессиям на стыке с айти это и бизнес аналитика и программирование и освоение стандартных программных пакетов и специализированных программ коллеги у меня все я предлагаю вам сейчас не знаю заскринить сфотографировать этот последний слайд с нашими контактами если у вас возникнут вопросы по обучению потребуется консультация пожалуйста мы будем рады помочь более анна спасибо за выступление у нас есть вопрос от слушателя дмитрия приглашаю тоже подключиться вопрос какая роль интерактивного обучения с искусственным интеллектом заменит ли преподавателя искусственный интеллект вопросы тесты поиск статистика скором и лмс ну и здесь может быть дмитрий юрьевич тоже подробнее расскажет могу поделиться с личным опытом да многие клиенты которые использовались использовали дистанционные курсы и внедряли сейчас тоже кстати очень модное направление создавать эти дистанционные курсы записанные где они размещают свои лмс-системы но практика показывает что они пока полностью не могут заменить преподавателя все-таки требуется какая-то обратная связь я могу помочь в ответе если нужно значит смотрите дело в общем что есть еще одна очень интересная точка зрения что как бы все-таки самое элитное самое лучшее преподавание это преподавание живым человеком и все остальное это попытка найти компромисс потому что живых людей на всех не хватает это достаточно дорого это не просто найти специалиста который будет тобой заниматься и как раз если говорить про преподаватель по искусственный интеллект то он может помогать преподавателю как все остальные вещи но не заменять его потому что все таки ну есть такое еще есть же не только левополушарная часть нашего обучения когда мы получаем знания есть еще правополушарная эмоциональная составляющая когда мы получаем мотивацию когда получаем эмоции когда мы заряжаемся от преподавателя энергии и вот от искусственный интеллект это будет сделать гораздо тяжелее хотя конечно нет предела совершенства дмитрий благодарю за ответ с вами соглашается тоже наши слушатели что ничего нет лучше чем общение с преподавателем и группой также я вижу в чате что пишут благодарности наши выпускники учебного центра специалист которые переквалифицировались и сейчас работают по профессии и и и и и и и